Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы не будем с вами далеко залетать куда-то за пределы нашей Солнечной системы, Галактики, Млечный Путь А будем сегодня находиться в нашей Солнечной системе Короче говоря, и сегодня эксперимент у нас такой, знаете Многие мне когда-то писали в комментариях под видео Сравни, пожалуйста, некоторые объекты Солнечной системы с другими объектами Ну, мне в принципе тоже было достаточно всегда интересно Как объекты, такие как Земля, допустим, будут выглядеть рядом с Юпитером И вообще многие, как говорят ученые, что... Почему сейчас я начинаю именно рядом с Юпитером? Потому что, насколько мы знаем, что на Юпитере есть вот такое большое красное пятно И говорят, что в красном пятне возможно поместиться... Даже невозможно, а с легкостью поместилась бы наша планета Земля Вот, сейчас мы это с вами сделаем, посмотрим И проведем еще несколько интересных экспериментов Ну что ж, друзья, давайте поехали Так, жмем игру на паузу, дабы мои объекты не улетели Так, красное пятно Сколько у нас расстояния до Юпитера? 103 тысячи километров Можно опуститься даже пониже Нет, стой, вот так вот 81 7 тысяч, 82 тысячи Подожди-ка Вот так вот Я думаю, этого будет достаточно И сейчас мы вот здесь, рядышком Мы с вами поместим нашу планету Земля И сравним ее размеры с красным пятном Ну что ж Отлично Наша планета Земля готова Вот она И практически, да, я ее утопил Я ее утопил в красном пятне Давайте немножко сейчас подальше Сейчас я удалю этот объект Удалю нашу Землю И вот на таком примерно, наверное, расстоянии Чтобы это смотрелось немножко получше Построим так Вот она наша Земля Отлично Вот так уже будет смотреться лучше Ну и что же я могу сказать Что да, в принципе, наша планета Земля Сравнима с большим красным пятном на Юпитере Она бы с легкостью просто бы Поместилась бы в красном пятне Конечно, если бы планета Земля Опустилась бы Или вообще просто Если бы она упала на Юпитер То нашу Землю просто бы Раздавила бы Огромным давлением Юпитера Просто на молекулы бы Так, подожди Юпитер, где у нас давление? Так, атмосферное давление Смотри Это у нас где-то получается Около 600 тысяч атмосфер Ого, нифига себе Прикольно Так, хорошо Ладно Возможно, даже больше, да? Ладно, не будем на этом Заострять внимание В принципе, да Посмотри, насколько Земля Меньше нашего Гиганта Солнечной системы Юпитер Кстати, было бы классно Наверное, посмотреть бы С Юпитера На Землю Если бы она оказалась бы Так, рядом Довольно-таки На таком Близком расстоянии Так Я сейчас знаю, что Я сейчас проведу Еще один интересный эксперимент По Лунам пройдемся И у нас самый ближайший Спутник Юпитера И давайте Давайте где-нибудь Пробуем Расположить его Неподалеку От Ио Так Расстояние 10 тысяч километров Давайте увеличим Давайте расстояние В 24 тысячи километров И здесь мы сейчас с вами Расположим Нашу Землю Вот так вот Отлично Теперь мы сейчас Перемещаемся на Ио И посмотрим Ну, я вообще хотел Посмотреть Чтобы это все Смотрелось на фоне Земли И Юпитера Было бы здорово Но Немножко Не удалось Эксперимент не удался Как говорится Да Так, ну подожди А если сравнить Ну, сравнивать Ио И Землю Нашу Подожди-ка, стой Так Длина нашей Земли Так, 12 тысяч километров Ио у нас Так Диаметр 3640 Но Видишь, да Насколько Наша Земля Все-таки Конечно, да Естественно Она больше всех спутников Взятых Юпитера Но И сколько бы могло бы Спутников Ио Поместиться Наверное В Землю Я не знаю Ну, наверное Около Около 20 Точно Так Ну что ж Ладно Подожди Давай-ка я перелечу К нашему Красному Пятну Вот Наша Земля И красное Пятно Так Ну, а давай Попробуем Сейчас мы Так Мы Эти объекты Уберем Отсюда И попробуем Расположить Так Подожди Давай даже Так же Можно Вот так Над красным пятном И мы Сейчас Расположим Так Нептун Почему бы Нет Нептун Отлично Так Он сколько у нас 42 тысячи километров О Подожди Стой Он у меня опять провалился В Юпитер Но Ну-ка Стой 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 Сравнить его Ну Хотя Можно Даже Давай Сейчас Мы его Тогда Сначала Уберем Давай Мы его Уберем И вот На таком Расстоянии Я думаю Мы Расположим Нептун Так Нептун Построим Отлично Ого Это уже Конечно Что-то Намного Более Ну Нептун С его Диаметром 49 тысяч Километров Да Конечно Выглядит Намного Больше Чем Наша Земля Тут Которая Просто Провалилась Бо В красное Пятно Вот Так А давайте Мы сейчас С вами Так Сейчас Мы Короче Вот Этот Объект Уберем Можно Даже Наверное Хотя Нет Я хотел Просто Поставить Здесь Нептун И Расположить Рядом Землю Давайте Мы Сейчас Перелетим На Землю Так Планета Земля Перелетаем И там Рядом Расположим Нептун И посмотрим Примерно Приблизительно Насколько Нептун Больше Земли Так Сколько У нас Расстояния Так Расстояние 37 тысяч Километров Так 49 Нам надо Выбрать Примерно Да Вот так Вот так 50 55 тысяч И давайте Здесь Мы сейчас С вами Расположим Наш Нептун Так Нептун Построим Отлично Возвращаемся К нашей Земле Ой Я по-моему Что-то Сделал Не так И по-моему Наша Земля Да Наша Земля Была Поглащена Нептуном Ну хорошо Давай сейчас Тогда вот На таком Расстоянии Так Уничтожаем И здесь Тогда Расположим Наш Нептун Вот так Я думаю Это будет нормально Вот да В принципе Хорошо Ну смотри Насколько Огромен Нептун По сравнению С землей Земля Просто Маленькая Даже Не маленькая Щепка Но Да Мы Все знают Наверное Что на Нептуне Есть Огромный Бушующий Ураган Который Длится Уже Тоже Несколько Сотен Лет По-моему Если я Не ошибаюсь И в принципе Если бы Вот посмотри Сравни Землю И сравни Ураган Даже если Землю здесь В принципе Расположить То Если бы Такой Ураган Был На нашей Земле То Это была бы Большая Катастрофа И Ничто бы Живое Просто бы Даже не живое Не выжило бы На нашей планете Земля То есть С легкостью Наша планета Земля Поместится В бушующем Урагане Нептуна Да Неплохо Так Давайте Тогда Удалим Эту Симуляцию И Сейчас Мы Знаете Что Сделаем Так Перелетим К Солнцу Давайте Перелетим К Солнцу И Посмотрим Насколько Наша Земля Мала По сравнению С Солнцем Так 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 Поехали Перелетаем Перелетаем К нашему Солнцу Так В диаметре Наше Солнце Посмотрим 1 Миллион Триста Девяносто Одна Тысяча Километров Давайте Приблизимся К Солнцу Так Ненамного Чтобы Дабы Нам не Провалиться Прямо В нашу Звездочку Так Это у нас Пятна На Солнце Подожди 71 Тысяча 708 Тысяч Километров 6 Ну это Довольно-таки Много Давайте Вот так Вот И здесь Сейчас Мы Построим Нажимаем Построить И Наша Земля Выбираем Располагаем Нашу Землю И давайте Посмотрим Что Вообще Как Это Выглядит Ого Посмотри Я могу Тебе Сказать Так Что На Солнце Пятна То есть Пятна Возникают Таким Диаметром Сравнимые С нашу Землю То есть Наша Земля С легкостью Вообще Поместится В Пятне На Нашем Солнце Да Неплохо Давайте Немножко Отдалимся И посмотрим Насколько Наша Земля Вообще Крошечная По сравнению Солнцем Ну Скорее всего В нашем Солнце С легкостью Может Разместиться Около Миллиона Наверное Я думаю Планет Земля Если Взять Взять Весь Диаметр Просто Распихать Туда Миллион Наших Планет Это Было Бы Круто Посмотри Насколько Наша Земля Меньше Звезды Солнца Это Просто Жесть Да Вот Такие Масштабы Солнечной Системы А Представляешь Если Размахнуться По масштабам Вселенной Даже Можно Начать С Галактики Блин Это Невероятные Масштабы Огромные Просто Огромнейшие Расстояния Так Ну Я думаю Наверное На этом Объекте Можно Закончить И Давайте Наверное Еще Можно Кое Что Интересное Сделать Так А мне Нужна Наша Солнечная Система Давайте Перелетим К нашей Планете Земля Возвращаемся Обратно Так Я хочу Сейчас Кое Что Сделать Так Давайте Найдем Луну Наша Луна Хорошо Вот Я ее Вижу Нам Надо Так Отдалиться Примерно Я хочу Посмотреть Сколько Юпитеров Разместилось Бы На расстоянии Между Землей И Луной Давайте Примерно Хотя Посмотрим Так Земля Наша Луна Земля Отдаляемся Давайте Так Сейчас Сколько У нас Там Подождем Юпитер У нас Юпитер В диаметре Диаметр Так 139 тысяч Километров Хорошо Приблизительно Наверное 150 тысяч Километров Можно Отдалиться От Земли Давайте Расстояние Расстояние Берем 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 Так Вот так Наверное И Здесь Мы Сейчас Я Зашел Не туда Выбираем Корабль Наш Вообще Это Конечно Выбор Кораблей Но Здесь У нас Солнечная Система Поэтому Извините Если Я Так Выражаюсь Так Выбираем Наш Юпитер И Располагаем Его Между Землей И Луной Надеюсь Юпитер Не поглотил Нашу Землю Как Я и боялся Да Это Случилось К сожалению Так Хорошо Сейчас Я Это Все Исправлю Сейчас Я Удалю Юпитер Вот Так Отлично И Наверное Вот Тогда На Таком Расстоянии Сейчас Подожди Мы Возведем Юпитер Отлично Где Наша Земля Ага Вот Отлично Вот Так Вот Будет Хорошо Да Ну Если Б Юпитер Находился На таком Близком Расстоянии К Земле Были Были Потрясающие Виды На Юпитер Так Наша Луна Вон Я ее Вижу Я Немножко Неправильно Расположил Юпитер Сейчас Подожди Давайте Тогда Мы Сейчас Сделаем Вот Так Мы Сделаем Вот Так По Прямой Приблизительно Делаем Разворот Да И Вот Здесь Можно Тогда Поставить Юпитер Так Убираем И ставим Новый Юпитер Вот Так Хорошо Посмотри Кстати Смотрится Тоже Классно Вот Отлично Правда Ну Земля Немножко Ладно Впритык Земля Немножко Провалилась В Юпитер Так Где Наша Луна Вот Наша Луна Ну 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 Я могу Сказать Так С уверенностью Что Два Юпитера Между Землей И Луной У нас Поместилось Бы с Легкостью Так Ну Давай Мы Сейчас Посмотрим Знаете Я хочу Кое Что Сейчас Еще Сделать Мне Этого Мало Так Мы Убираем Этот Юпитер И Мы Сейчас За место Луны Вместо Луны Поставим Юпитер Посмотрим Как Бы Смотрел Себа Юпитер Если бы Он был На месте Луны Да Вид Был бы Наверное Тоже Потрясающий Перелетаем На Нашу Луну Да Сразу Приношу Извинения Что Она У меня Терра Формированная Это Было Запланировано Для Кое Каких Съемок Я Не Убрал Этот Мод Ладно Давайте Строим Короче Прям Здесь Нет Немножко Подальше Вот Так Сейчас Мы Этот Юпитер Уберем А Этот Мы Здесь С вами Нет Еще Подальше Ну Чтоб Тебя Так Уничтожаем И Строим Юпитер Отлично Вот так Вот Будет Хорошо Все Да У нас Луна Полностью В нашем Юпитере И Теперь Возвращаемся На Нашу Землю И Посмотрим Как Будет Смотреться Земля Вернее Юпитер Простите С Планеты Земля Давайте Где-нибудь Даже На Ночную Сторону Перелетим Чтобы Смотреть На Красивый Закат И На Юпитер Посмотри Смотрится Впечатляюще Это Здорово Так Ну что же Смотри Вот так Можно было бы Наблюдать Юпитер На Вечернем Небе На Земле Давайте Перелетим Наверное Куда-нибудь На Дневную Сторону И Посмотрим На Дневной Стороне На Юпитер С Планеты Земля Да Вот так Вот Ну конечно Смотрится Это Не Очень Почему-то Я смотрю Вообще Через Атмосферу Конечно Юпитер Выглядел Не Настолько Прям Выделяющимся Как Здесь Как Будто Статичная Картинка Висит Так Давайте Куда-нибудь Прям На Дневное Небо Можно Перелететь Вот так Ну Все равно Что-то Не то Но Можно Представить Себе Как Это Смотрелось Шикарно Так Сейчас Я Перелечу Прям На Ночную Сторону Где Мы Сможем Наблюдать Наш Юпитер С земли Так Ждем Загрузки Ага Ну В принципе Тоже Такой Вид Неплохой Открывается Я тебе Скажу Ох Я бы Наверное Целыми Днями И ночами Напролет Любовался На Юпитер С земли Да Это был бы Прекраснейший Вид Так Ну Давайте Попробуем Еще Кою-какую Симуляцию Сейчас Провести Давайте Вернемся К нашему Солнцу Так Вот этот Объект Можно Удалить Чтобы Нам Больше Не Мешал Вернемся К нашему Солнцу Так Перелетаем К объекту И Сейчас Мы Здесь С вами Неподалеку Расположим Объект Под Названием Петельгейзе Да Многие Его знают Это Красный Гигант Который В скором Времени Взорвется И Возможно Мы Увидим С вами Красивую Туманность Я Надеюсь Гамма Излучение Нас Не Уничтожит Так Красный Гигант Созвездия Ориона Так Ну Давайте Попробуем Его Здесь Расположить Вот Так Вот Да Конечно Смотрится Он Не Очень Впечатляюще Я Хотя Надеялся Он Будет Ярким Мы Увидим Огромный Отблеск Но Он Кажется Вот Такой Огромной Глыбой Да Конечно На самом Деле Он Так Не Выглядит Ну Давай Сравним Просто Его Теперь С нашей Если бы Мы Его Поместили В Солнечную Систему И Сравним Его Вообще С Нашим Солнцем Посмотри Насколько Наш Желтый Карлик Меньше Бетельгейза Так Это У нас Что Юпитер Ну Так Он бы У нас Если бы Был На месте Нашей Звезды Солнца То Я скажу Так В него Вошли бы Точно Меркурий Венера Земля И Марс И я думаю В принципе Да Он бы Практически Дошел бы До Ну Не практически Но Да В принципе Можно сказать Что ему бы Немножко Оставалось До Юпитера Да Вот такой Огромный Бетельгейза Так Подожди-ка Где наша Земля Давай Вернемся К Земле И Посмотрим Отсюда Насколько Бетельгейза Огромен Можно Даже Опуститься На поверхность И Посмотреть Посмотри Сравни его С Солнцем Да А представляешь Если бы Бетельгейза Светился бы Еще бы Вот как Наша Звезда Я не знаю Почему Бетельгейза Не светится Нету Яркости Возможно Это из-за Мода Вот Но Все равно Бетельгейза Был бы Очень Огромен Да Было бы Классно Так Ну и Наверное Последнюю Симуляцию Которую Я сейчас Проведу Давайте Вернемся К Сатурну Я хочу Рядом С Сатурном Прям Даже Можно Знать Вот щель Кассини Да Можно В принципе Здесь Попробовать Расположить Нашу землю Я думаю Что В щели Кассини Земля Должна С легкостью Поместиться Так Давайте Построим Нашу землю Так Вот Отлично Да Как я И предполагал Хотя Нет Хотя Нет Все Таки В щели Кассини Земля Наверное Бы Не смогла Расположиться Хотя Подожди Стой Нет 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 Да Представляешь Если бы Земля находилась В щели Кассини То все Все Мелкие астероиды И крупные астероиды Просто бы Падали бы С огромной скоростью На землю И Земля Просто бы Имела бы Невероятную Были бы невероятные Катастрофы Да Это было бы Убийство Просто убийство Ну посмотри В принципе Да Если бы Было бы Вообще Было бы круто Если можно было бы Опуститься на Вот эту вот Планету Да Которую сделан По моду И посмотреть С ее поверхности На Юпитер Это было бы Классно Ну что ж Друзья Наверное Буду заканчивать Я на этом Вот он Бетель Гейз Он огромен Буду заканчивать На этом Нашу серию Всем кому понравилось Обязательно Пальчик вверх Подписка на канал Жмем колокольчик Дабы не пропускать Наши новые видео Друзья Если Эта серия Наберет Много просмотров То Я сниму Какой нибудь Еще Один Экспериментик Вот с этим Модом Придумаем Что нибудь Новенькое Интересное Задумок В принципе Очень много Да друзья И помните Что вселенная И космос Бесконечны И мы только Начинаем Своё путешествие В нем Всем пока До новых встреч Пока друзья Субтитры